продолжая тему медицины в ташкенте вы мне задали ребят множество вопросов я вот записал на листочке хочу пройтись до улицы аптека и спросить у одного из случайных фармацевтов по тем вопросам которого мне задавали я себя снимаю не переживайте для себя для зрителей youtube познакомил с эльдаром он занимается кладкой облицовкой плитками гранитом предложил мне сделать рекламу интеграцию рекламный ролик ну я взял в контакты но текущий ролик я записываю абсолютно литруистично только искренне для вашей пользы и ради мира во всем мире ради блага народов и вот этого всего и так погода сегодня замечательная солнце спряталось за тучками но дождика нету прекрасно тепло и в ташкенте всегда замечательно знаете вот сегодня утром жена проснулась первой шторы распахнула и говорит как всегда приятная погода в ташкенте как всегда приятная погода я говорю такое в ташкенте в ташкенте всегда хорошая погода как замечательно жить на югах тем более с таким климатом я вот подумал что где-нибудь на югах возле моря ведь погода совсем не такая там есть сезоны дождей там есть вот это вот плесень там есть водянистости это постоянная влажность а здесь как-то мягче что проходит все это межсезонье а я тут лайфхак решил один сделать вот насчет микрофона чтобы подальше себя снимать на селфи палку я взял свои наушники jbl популярная модель наушников проводные вот здесь у них кнопочка и микрофон там есть я как-то на него записал случайно кто в наушники шел музыку слушал и послушал что он записывает достаточно хорошо и чисто вот а сейчас так как мне нужно будет взять интервью у фармацевта ну случайно францвета как он сейчас выцеплю на улице аптек и попробую с ним заговорить на те темы которые мы поднимали с вами в предыдущем роликах в комментариях тоже вот я думаю мне же надо что-то я же этот журналист профессиональный надо какой-то микрофон подсовывать вот в голову пришла такая мысль буду тянуть к нему видимо свой там наушник вот записано кстати вполне неплохо вот сейчас я думаю вы в этом можете убедиться кстати пока мы идем обратите внимание на качество дорог в частном секторе вот здесь там три станции метро четыре станции метро вот центра ташкента вот здесь есть такие вот невероятные здания в таком стиле напротив него вот огороды посаженные до качество дороги я не знаю на государственные деньги это делалось или ребята которые здесь живут скидывались на эту дорогу но они молодцы здесь классно гулять тихо спокойно вот тут новые крыши строят и кстати эта улица не одна такая то есть вот смотрите я иду по ней мы посмотрим соседней улице она такая же посмотрим на еще одну улицу и она такая же там даже стоп написано внизу есть разметка ничего себе да даже есть лежачих полицейские вот они видите какие такие резиновые знаете трапециевидные а я иду о ничего себе смотрите какой интересный проход как вы думаете если я пройду меня не заругают давайте попробуем наверное поставлю чтобы здесь не было проезда автомобильного постоянного чтобы здесь был такой тихий спокойный райончик кстати вдоль всей этой улицы стоят лежачие полицейские резиновые такие же трапециевидные ой ребят здесь так пахнет еловым лесом хвойным ничего себе я вот прям зашел на эту улицу и запахло прям еловым лесом потому что смотрите сколько здесь хвойных деревьев высажена вон целая улица и люди сами этим занимаются благораживают живут здесь вполне себе простые люди не вычурные вот пожалуйста а то будете думать что я тут по каким-то золотым буржуйским району хожу тут неподалеку вот в 500 метров туда улице лисунова которая когда-то славилась судя по отзывам особой обстановкой так скажем да там как челанзар например лесунова там сергей ли кто-то даже приплетал вот к этой неблагонадежной обстановке вроде так как-то отзывались местные стендаперы некоторые но я вам скажу что сергей ли мой родной район и мне там очень по-домашнему нравится сейчас я живу несколько лет уже на лесунович на басском районе и мы даже не хотим от никуда отсюда уезжать этого района нам здесь очень нравится мы хотели даже может какую-то недвижимость побольше приобрести потому что все-таки дети растут и мы развиваемся понемножку и я продолжаю идти все по этой улице и я не знаю это какая-то маленькая италия что ли я тут ни разу не ходил не знаю почему все время по главной дороге обходила сейчас просто зашел и молодец вы красивая чтобы понимали где нахожусь я щас развернусь в сторону куда я иду и вон там вот сзади меня видите а пальцы поставил это топович больница эргашова про который я говорил то есть я вот здесь вот все у нас на районе хожу вон там невероятный просто гараж стоит вот здесь вот и у него лепка над дверями ну и сами дверь такие металлические с ковкой у некоторых домов здесь есть будки с охраной там ребята форме охраняют но я думаю что это не не милиция просто такая форма охранников он счетчики кстати вот интересно да давайте вам покажу счетчики смотрите оп я думаю меня не заругают то есть вот счетчики они электронные и и это все онлайн пересылается сразу в службы которые обслуживают эти счетчики которые поставляют эти ресурсы там газ свет и так далее не надо никуда звонить там писать сообщение смс какие-то отправлять о показаниях они онлайн сразу передаются вообще ты это уже давно здесь на самом деле когда сюда приехал вот в узбекистан я я очень приятно удивился для меня это было знаете что-то за гранью будущего после того как мы постоянно занимались переписыванием этих показаний в то есть районе с которой мы приехали вот постоянно переписывали эти показания приборы учета вот еще несколько лет назад да то есть вроде бы уже современность там какой век на дворе там ё-моё цифровое правительство там все все есть а в итоге приходилось каждый раз переписывать там звонить передавать там постоянно какие-то пени кому-то начисляли на начисляли соседи начисляют всем начисляли пени какие-то из того что якобы не вовремя передали показания учета вот здесь такой проблем нет видите раз они сами отправляются никаких проблем а вот я подхожу к улице аптеку кстати можно будет здесь попробовать договориться с кем-нибудь сейчас попробуем прям так пройти найти какую-нибудь аптеку где не так много клиентов чтобы не отвлекать от работы ну давайте сразу за здравствуйте простите а вы один работаете а я тогда не буду вас отвлекать извините хотел просто пару вопросов вам задать но да я пока не буду вас отвлекать спасибо сейчас попытаем свою удачу здесь это был классный фармацевт который гоняет на велике я вас не снимай не переживайте я даже отверну камеру от вас вот так там просто девчонки я по глазам понял что они стесняются на чувака с палкой из камеры постоянно все обращать внимание меня это немножко смущает с одной стороны с другой стороны не очень смущает я же все-таки репортер профессионально так нам надо найти какого-нибудь человека который согласится ладно сейчас попробую вон четыре семерки что ли зайду я там часто все беру короче я обошел низкой аптек все очень стесняются и парни и девчонки даже там где я обычно покупаю меня прям хорошо знают вроде договорился а потом оказалось что ну они как-то тянули время и в итоге там куча народу пришло хотя у них был перерыв вот можно было ну ладно раз они хотят по договоренности давайте попробуем может быть наскоком здравствуйте а можно вам задать пару вопросов пару вопросов а можно задать для блога чуть-чуть ладно ладно тогда ничего страшного все спасибо спасибо сейчас садим соседнюю попробуем здравствуйте простите а можно вам задать пару вопросов для блога своего для моего блога можно вас пару вопросов задать вам несколько вопросов вы чуть-чуть по-русски понимаете чуть чуть плохо ну ладно тогда ладно ничего страшного спасибо Ну, пойдем дальше, поспрашиваем. Эх, жалко, тот парень, конечно, с крючка слез. Ну, может быть, мы попробуем вернуться к нему? Давайте попробуем. Дариху на 24 на 7. Почему бы и нет? Здорово. Спасибо, что согласился. Как тебя зовут? Аквабр. Я снял ролик про медицину в Узбекистане. Я некоторые вопросы обобщил и решил их выписать, задать фармацевту. Как раз были вопросы про улицу аптек. Вот с чем связано, что их так много. И я думаю, ну, у кого еще спрашивать, как не у фармацевта? Правильно? Да. Первый вопрос. Откуда взялся феномен улицы аптек? То есть, почему, откуда вот так вот появилось, что аптеки сконцентрированы, да, в одном месте много? Ну, здесь в Апочи, это больница. Да, это больница в Апочи, и тут частные клиники есть. Вот здесь, вон там, связано, наверное, с этим. Что рядом много больниц. Да, много больниц, да. Это частных и государственных больниц. А вот то, что очень много, очень много аптек, это как-то говорит об уровне медицины? То есть, об уровне, высокий уровень или низкий уровень медицины? Об этом говорит как-то вот это большое количество аптек? Нет, я думаю, нет. Ну, это у всех свои частные аптеки, ну, я думаю, что это свой бизнес, типа. Ну, да, да, да. Это бизнес, да. Хорошо. А вот примерно, вот сколько, как ты думаешь, сколько, сколько среднестатистический узбекистанец тратит на лекарства в месяц? Наверное, в братах 2-3 миллиона. 2-3 миллиона в месяц? Да. В среднем, да? Да, в среднем, так. Дорогие ли лекарства в Узбекистане? Разного, брат. Разного, да. Потому что разное производство. Да, да, да. А можно ли получить какие-то лекарства бесплатно? В частных нет. В частных клиниках? Нет. В аптеках. А, есть в государственной аптеке? Да. А, вот я знаю, вот здесь где-то, за углом есть в государственной аптеке. Там можно бесплатно лекарства получать? Наверное, да. По рецепту врача? Да, да. Из больницы, поликлиники? Врачи, да. Но в частных никак. Ага. Никак. А процент частных аптек к проценту государственных, сколько количество? Намного больше. А, то есть 90 на 10? Да. Ты очень хорошо по-русски говоришь, брат. Спасибо большое, что выучил русский язык. Спасибо тебе, честно. Производство каких стран лекарства чаще покупают? То есть из каких стран, производство каких стран чаще покупают лекарства? Альбома Россия, брат. Россия больше всего? Да, это Россия, Беларусь, Украина. Россия, Беларусь, Украина. Да, вот. Самые чаще всего покупают лекарства? Да, да. А вот отличается ли качество лекарств, произведенных в Узбекистане, Россия, Индии, Беларуси, Европа? Да. Отличается? Да, альбома отличается. Отличается, брат. Если бы ты смог рейтинг составить по качеству лекарств вот в этих странах, с чего бы ты начал и вверх, то есть по качеству? Какие самые лучшие? Узбекистан сначала, потом Россию. То есть Россия лучше, чем Узбекистан? Да, по-любому. Так, Узбекистан, Россия, Беларусь, Украина. Выше России? Да, выше России и все, наверное. И остальные там, Турция, Мурция, там США. Турция, США, Европа лучше всего? Да, наверное. А Индия где? Дорогие они. А, они дорогие? А по качеству? Ну, по качеству я реально... Просто я вот... Я когда к врачу прихожу, например, он говорит, лучше возьми, допустим, вот польский, там, европейский, Европа или Турция хотя бы, говорит, возьми. Он же... Некоторые лекарства вот в Украине там производятся лучше, чем в Америке. Некоторые вот в Беларуси, чем в Украине, да. А, вот как. То есть... Смотря на какое лекарство, да, да. То есть не все там лучше, а какие-то там лучше, какие-то здесь лучше. Это самый, наверное, разумный ответ, который я бы мог услышать. Что покупают местные узбекистанцы, да, и что покупают иностранцы лекарства? Есть ли разница или покупают одно и то же примерно там? Иностранцы приходят вообще в аптеку? Иностранцы, в смысле, не узбекистанцы, там, россияне, белорусы, из Европы, из Америки. Приходят в аптеки? Да, приходят в аптеки. Они обычно зачем приходят? За какими лекарствами? За такими же, как и узбекистанцы? Нет, нет. Для аллергии, для типа жара понижающая, все вот такие. А, вот, вот мне просто это интересно было, что берут иностранцы, если приезжают. Да, такие будут. И лично к тебе вопрос, последний вопрос, Акья, пользовался ли ты медицинскими услугами в других городах и других странах? В других странах уже нет. Ты только в Узбекистане был, правильно? А в других городах? Да. В Самарканде, Бухаре? Шарсабс. Ага, и ты там пользовался медицинскими услугами. Разница существенная, сильная разница с Ташкентом, уровень медицины, или примерно одинаковый? Примерно одинаковый, правда. Там хороший уровень медицины? Да, нормальный уровень. Все? Я тебе душевное спасибо говорю. Ну что, ребят, вот я вам ответил на ваши острые вопросы, надеюсь. Если у вас возникли еще какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, давайте обсудим. Я только буду рад. Да, было непросто на самом деле. Привет. Да, подписчик. Было непросто на самом деле добиться интервью у фармацевта, потому что многие стеснялись. Я не знаю, может быть, кому-то было что скрывать. Но, конечно, по большей части все относились очень добродушно, с улыбкой к этому вопросу. Вот моя просьба. Спасибо ребятам из аптеки Сакэс-Сакэс-Сакэс-Сакэс-Фарм. 8-8-8-8-8-8-Фарм. За то, что они не побоялись, не постеснялись. Открыто, добродушно мне на все ответили. Интересный феномен. В начале ты встречаешь человека, но он, бывает, тебя боится. Он не знает, что от тебя ожидать. Раньше мне казалось, что такое распространено у более северных народов. То есть тебя сначала встречают хмуро, но когда с тобой пообщались, лучше тебя узнали, тебе максимально душевно открываются и становятся тебе хорошими товарищами. Но я не ожидал встретить это здесь, в Ташкенте. То есть вроде бы я начинаю общаться с людьми, а они, допустим, боятся, стесняются. Они, конечно, улыбаются. И они добродушные. Но есть, конечно, те, которые хмурятся. В одной из аптек дяденька-провизор пришел, или я хозяин аптеки, владелец. И мне так вот сказал как-то неприятно, что, типа, приходи после смены, что-то такое. У них, типа, много работы, у моих этих работников, рабов моих. Вот как-то, как-то он, знаешь, он ими так распоряжался на словах, как будто это его рабы. И он так сказал, что приходи, когда они, типа, закончат. И я говорю, хорошо, конечно, окей, когда вам удобнее будет. Это не проблема. Я говорю, когда они закончат? Она говорит, в час ночи. Я говорю, мне подойти в час ночи? Ага. Я говорю, ну, серьезно? Ну, то есть вы серьезно говорите, мне подойти сюда в час ночи? Вот к этой девушке молодой. В час ночи сюда? Она такая, эй, я, что-то... И, ну, короче, вот неприятно. Неприятно. Ну, вот кроме этого случая, в остальном очень классно, очень добродушно меня встретили. Но вот этот феномен, что вначале немножечко пугаются, но когда я с этими ребятами, фармацевтами пообщался, из аптеки, вот четыре восьмерки, я рассказал им о себе, ну, я человек простой, открытый, как бы искренний. Нет чего вот там, знаете, хитрить, скользить. Чем меньше врешь, тем меньше придется запоминать, ребят. Вот такой есть афоризм, я не помню, кто он сказал. И как только мы с ними разболтались, я им что-то про себя рассказал. Они поняли, что я не пытаюсь там, знаете, там докопаться, какую-то чернуху выкопать, что-то там негативное пытаюсь. Нет. Они как поняли, что у меня простые вопросы, я действительно искренне настроен, ну, рассказать вот вам, зрителям, про те вот острые моменты, о которых вы в комментарии упоминали к прошлому видео. Они так разболтались со мной, как-то вот и открылись, и душевно стало, и про себя рассказали, и поулыбались по всем местам, и посмеялись. Они даже мои контакты взяли, хотят какой-то коллапс делать, что-то еще там. Вот. Здорово. Вот тоже интересный феномен. Я думал, что это только у северных народов. А оказывается, нет, здесь это тоже встречается, да, то есть люди открываются после того, как... Ну, это какой-то барьер перейти. Я раньше думал, что у южных народов нет барьера, что как бы вот они сходу такие открытые. Но сегодняшний день, сегодняшний вечер, к моему удивлению, мне открыл новый опыт. Оборачивается. Что это за человек идет тут с палкой и камерой? И сам с собой разговаривает. Ну, ребята, пишите еще какие-нибудь комментарии веселые, подписывайтесь обязательно, посмотрите другие ролики на моем канале. Там много разных тем, потому что ребята, которые у меня спрашивали насчет моей деятельности блогерской, они спрашивали, ну, а какие ты темы еще раскрывал? Я начал рассказывать, сколько разных интересных моментов я описываю в своем блоге. Они такие, ой, и про это даже, и про это? Ого, ничего себе, а давай-ка мы посмотрим. Так что вы тоже полазите там по блогу, может быть, что-то интересненького вам найдется. Хорошо? Ну, все, хорошее настроение. Будьте здоровы, любите друг друга. Пока-пока.